Приветствую всех поклонников авиации с Fireball Fire. Как вы оцените такой самолет как Харьер? Прежде чем вы напишите об этом в комментариях, скажу, что новая модификация вас приятно удивит. Начнем с совместных боев. У Харьера ГР-7 имеется управляемое вооружение в виде различных бомб с лазерным наведением и ракет воздух поверхности. С помощью конструктора подвесов мы можем взять собой две большие бомбы ГБУ-24, две бомбы Марк-13, две ГБУ-12, специальный контейнер, две ракеты воздух-воздух и 380 ЛТЦ. Да, не удивляйтесь количества ЛТЦ, на Харьер их можно подвесить аж до 700 штук, что является абсолютным рекордом в игре. Вы можете просто назначить кнопку на периодический отстрел тепловых ловушек и так летать целый бой. Помимо бомб с лазерным наведением имеется еще АГМ-65Д. Это ракеты Маверик. Действуют они по принципу выстрел и забыл. Важное отличие от других модификаций, то что дэшки способны наводиться в ночное время суток и плохую погоду. Все бы ничего, но урон по танкам порой поражает своей рандомностью. Так что ракеты будут идеальным вариантом для уничтожения ДРК и других легкобронированных целей. Отдельного прицельного контейнера они не требуют. И это можно назвать плюсом. Потому что Харьер под визеляжем несет либо подвесные 25 мм пушки, либо прицельный контейнер. Скажите, зачем нам пушки, если мы выполняем роль штурмовика? Порой за нами вылетает истребитель, и две ракеты, хоть и все ракурсные, не всегда могут нас спасти. Противник может отстрелить ЛТЦ, и ракеты уйдут мимо. Да и порой сами ЛК улетают по странной траектории. А так как наш самолет двузвуковой, то уйти по скорости уже не получится. Остается лишь уворачиваться от заходов и пускать практически бесконечные ЛТЦ. Другая проблема заключается в отрисовке контактов, сетевом коде и маркеров на союзниках. В каждом бою, когда я занимал высоту, чтобы меня сразу не нашли за РК, я постоянно сталкивался с плохой отрисовкой танков. На некоторых картах маркера на союзниках появляются только с дистанции в 4 км, а это очень мало. Если это еще и ночная карта, то вы в лучшем случае увидите силуэт танка. Хорошо, если вы его распознаете, но порой на земке и вовсе не видно, она просто не отображается, либо тонет в лодах. Вы, к примеру, на карте видите, что по вражескому танку работает разведка, а самого танка нет, он появляется только на определенном расстоянии. Это очень заметно, когда мы используем тепловизор. Внезапно появляются белые силуэты. А в условиях, когда у Харриера боевой рейтинг 11.0, то в каждом бою есть ЗРК. И такие проблемы серьезно снижают нашу эффективность. Еще одна особенность, но уже при штурмовке с бомбами с лазерным наведением, мы должны направлять самолет в ту сторону, где находится противник. Обычно я пикировал на цель, сбрасывал бомбу и возвращался обратно на высоту. Бомба, в отличие от ракеты, не может серьезно поменять направление полета. Она падает примерно в ту область, куда мы ее скинули. С помощью стабилизаторов немного можно довернуть до цели. Я, кстати, пробовал занять высоту и скинуть бомбу, зависнув как вертолет. Один раз даже получилось. Правда, мы постоянно падаем, можно сказать, спускаемся на лифте, но все же один фраг я раздобыл. Подвесы имеют разную стоимость. Самые дорогие будут, конечно же, Маверки. Я их использовал только в ночных боях. У них свой прицел, но он серьезно отличается от прицельного контейнера. Во-первых, он черно-белый, а во-вторых, тепловизор с низким разрешением. Особо ничего не разглядишь. У ракет заявлена дальность спуска в 23 км. Вот только с такой дистанции мы никого не найдем. Где-то на 10 км, как я уже говорил, можно пустить ракету по ЗРК и выйти из зоны обстрела зениток. Если зенитка не спрячется за какой-нибудь дом, то ракета ее уничтожит. Харьер, несмотря на свой БР и все эти проблемы с адресовкой, все равно является по факту отличным штурмовиком. Вот давайте посмотрим, что до этого было у британцев. Два Фантома с обычными бомбами и Ягуар с двумя марк 13-ми. И все, больше нечем штурмить, только брать апач с хеллфайрами или буллпапы, но из-за наличия ЗРК не всегда можно ими отработать. Так что Харьер по праву занял роль отличного штурмовика. В авиационных боях он тоже не промах. Четыре ракеты АМ-9Л, две очень точные пушки И-700 ЛТЦ. Кстати, забыл сказать, на 25-мм пушках есть подкалиберная лента. Она пробивает аж 91 мм. Правда, я не спускался к земле, лишь один раз уничтожил с пушек зенитку. Лента там идет без трассеров, но есть баллистический вычислитель, так что не страшно. Итак, несмотря на то, что Харьер это не сверхзвуковой реактив, динамика у него отменная. Благодаря увеличенному крылу самолет теперь отлично маневрирует, а при изменении вектора тяги мы можем довернуть до кого угодно. Конечно, тут важно не сильно терять скорость, чтобы нас не могли прострелить на проходе. Также не забывайте, что впрыск воды, так называемый форсаж, на Харьеры ограничен. Поэтому на взлете выставляйте тягу в 100% и используйте это преимущество только в бою. Топливо стоит заливать либо минимум, либо на 20 минут. Харьер в этом плане экономичен. В симуляторах боях Харьер лучше всего использовать в совместных. Противостояние с большими картами для такого самолета не самый лучший выбор. Без РЛС не просто будет найти противника, поэтому загружаем самолет бомбами и отправляемся в танковый СБ. По управлению Харьер стабилен в вираже, но из-за не очень эффективного руле направления и разницы в резкости или уронах и руле высоты, самолет кувыркается как бочка. Тем не менее, у него есть режимы СУ, так что у меня лично проблем с управлением не возникало. Каплевидный фонарь обеспечивает отличный круговой обзор, но больше времени мы проведем именно в прицеле. Тактика такая же как и в РБ. Набираем высоту, ищем цели и уничтожаем по возможности сначала зенитки. Ситуация в СБ меняется к середине боя, так как маркеров у нас тут нет, а с большей высоты мало что видно. Есть вероятность, что бомба упадет на союзников, так что будьте очень внимательны. У Харьера есть уникальная возможность пополнять боекомплект прямо на вертолетной площадке. Это работает для всех самолетов с вертикальным взлетом и посадкой. Хотя, как по мне, лучше все же уйти на аэродром, так как на вертолетной площадке мы появляемся сразу в воздухе и входим в зону поражения ЗРК. По итогу, я могу сказать, что Харьер показывает отличные результаты и в СБ. Учитывая, что за противоположную сторону постоянно вылетают вертолеты Камова, а на вертолетах НАТО отыграть удается не всегда, остается Харьер, который практически безнаказанно может работать по наземным целям. Вихрем, конечно, нас тоже могут сбить, но Камову придется задирать нос и чуть набрать высоты, где он сразу становится уязвимым к зениткам. Так что Харьер – отличный штурмовик. С точки зрения истории, Харьер ГР-7 – это модернизация ГР-5. Самолет создавался специально для операции в ночное время суток. Испытания начались весной 1990 года, а летом он уже поступил на вооружение. Боевое применение Харьера получил в Ираке, Косово и Афганистане. Вот такая история. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии и заглядывайте в описании, там много что есть интересного. Ну а я вам желаю легких фрагов и чистого неба над головой. Продолжение следует...